Рабочий Шадринского завода металлоконструкции в Курганской области упал ванну с кислотой. Это случилось, как сообщили УРАРУ, в ночь на 1 августа. В пресс-службе управления МВД по Курганской области подтвердили, что сотрудники полиции выезжали на завод. По их данным, речь идет о несчастном случае. Из комментариев участников группы «Подслушано Шадринск» в соцсети ВКонтакте стало известно, что рабочий жив, концентрация соляной кислоты была небольшая. В ближайшие три месяца Курган-Дормаш должен поставить в Санкт-Петербург 74 единицы техники для уборки улиц. Как рассказал представитель Курган-Дормаша, завод выполняет контракт, аналогов которому в его истории еще не было. Почти 550 миллионов рублей получит завод за поставленную технику. Это самый крупный контракт, заключенный руководством предприятия за всю его историю. Речь идет о комбинированных дорожных машинах, разработанных в Кургане и предназначенных для уборки улиц как зимой, так и летом. По словам гендиректора Курган-Дормаша Юрия Авдалова, контракт позволит увеличить налоговые поступления в зауральский бюджет. В Кургане с 1 по 30 августа будет закрыто движение автотранспорта на улице Куйбышева от дома номер 131 до перекрестка с улицы Кравченко, сообщает пресс-служба компании «Водный союз». Причина – устранение аварии на самотечном железобетонном коллекторе диаметром 1000 мм. Для посадки и высадки пассажиров организованы временные остановочные пункты на улице Советская в районе дома номер 140 и на улице Савельева, напротив Россельхозбанка. В Кургане отремонтируют 27 дворов. На благоустройство дворов и проездов в столице Зауралия будет потрачено более 154 миллионов рублей. Об этом в ходе объезда территорий сообщил корреспонденту знаком глава города Андрей Потапов. По словам мэра, это самые крупные финансовые вливания на благоустройство дворовых территорий за последние несколько лет. Основным подрядчиком в текущем году стала компания «Пар Юр». Как сообщил директор фирмы Арсен Варданян, он работает в Курганской области более пяти лет. В этом году их силами проводится ремонт более 20 дворов областного центра. В работах задействованы как местные, так и приезжие специалисты. Претензий к срокам и качеству проводимых работ у администрации города к подрядчику не возникает. Все делается вовремя и на должном уровне. В Заурале изъяли из оборота более трех тысяч контрафактных пачек сигарет. В Курганской области подвели итоги надзора за реализацию антитабачного законодательства за первое полугодие 2019 года. Как сообщили информационному агентству «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за это время из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более трех тысяч пачек сигарет без акцизных марок. По результатам проверок было вынесено штрафов на общую сумму более 600 тысяч рублей. Сотрудники управления вместе с таможенниками не допустили провоза через границу контрафактного вещества темно-зеленого цвета растительного происхождения общим весом более 900 килограмм. Вся продукция была конфискована и теперь подлежит уничтожению.